Давненько слежу за творчеством одного ютубера, но мне не хочется называть его ютубером, потому что он в первую очередь специалист по монтажу, по графике, по эффектам, по пример про, по автор эффекции, по разным другим таким сложным программам, в котором можно монтировать и создавать какую-то графику. Зовут его Егор Панковский, живут в Японии, носит кепки, любит бейсболки, что много говорит о человеке, также не против послушать математический металл. Довольно редкое направление в музыке, и когда встречаешь человека с такими музыкальными вкусами, первое, что тебе приходит в голову, это свой парень. Егор ведет свой канал на ютубе, поэтому если ты вдруг монтируешь в премьере и оказался на этом канале, обязательно переходи по ссылке в описании, у него очень много уроков по премьеру, по автор эффекции, его канал просто гладясь по монтажу для монтажеров, для тех, кто хочет научиться грамотно монтировать видео. Сегодня я хочу разобрать, как он делает один из своих титров, титр довольно стильный, я думаю, что он делается несложно, полностью копировать такой эффект не нужно, это будет неправильно, поэтому, посмотря такое видео, я думаю, ты поймешь для себя некоторые моменты, как делается движение и элементарная анимация титров, но копировать титр целиком, как у Егора, не нужно. Научись делать в такой же программе, но сделать что-то свое. Так что сейчас нырнем в Final Cut и разберем, как Егор делает такой титр. Видео посмотрел, а лайк не поставил. Укрываем Final Cut, у меня здесь есть один кадр, уже сброшенный на тайм-линию, где я подхожу встречать восход на край какой-то нереальной скалы. Вот этот титр, про который я говорил. Давайте разберем его, получается, что в этом титре есть. В этом титре есть сдвигающийся каше. В тот момент, когда каше сдвигается, снизу выскакивает надпись какая-нибудь. Сзади на бэкгранде у нас есть какой-то анимированный иероглиф. Скорее всего, это какой-то шаблон PSD с фотошопа, нарисованный, возможно, в фотошопе, либо где-то, не знаю, что это обозначает, короче, и какой-то иероглиф сзади на фоне. И четвертый элемент, это такой оверлей, который из себя представляет движущиеся мелкие объекты. Такой, кстати, генератор в Final Cut вроде как есть, сейчас посмотрим. И просто плавный градиент, который переливается. В Final Cut такой, собственно, генератор тоже есть. Первое, что мы начнем делать, это движение каше. Есть два способа, как делать такое движение каше. Можно сделать их генераторами. Открываем генератор. Здесь нажимаем Custom. Custom генератор, сбрасываем его на тайм-линию. Сдваиваем его. Некоторые моменты я буду опускать, если потом будет что-то непонятно, спрашивая в комментариях, как я сделал то или иное движение. Берем два генератора. Я делал так раньше, сейчас я делаю по-другому. Это первый способ. Первый генератор поднимаем вверх вот настолько. И второй генератор мы опускаем вниз. Запоминаем, здесь у нас минус 947 на этом генераторе. На этом генераторе будет у нас просто 947. Здесь у нас будет 0. Здесь по оси X тоже у нас будет 0. Берем генератор, ставим скиммер в начало. Поднимаем генератор вверх. Второй генератор делаем то же самое. Здесь у нас 0. А здесь будет минус 1080. Выбираем первый генератор. Жмем. Вот здесь ставим ключевую точку. Потом выбираем второй генератор. Ставим также ключевую точку. Сдвигаем на несколько кадров. Примерно на столько. На первом генераторе нажимаем. Сколько мы там замерили? 940, да, например. Поставили. Нажали на второй генератор. Брали минус 940. Вот что у нас получилось. На самом деле я взял неудачный кадр, потому что типа черный фон и черный генератор. Но главное, чтобы тебе был понятен принцип. Ctrl-V. Раскрываем оба генератора. Смотрим, чтобы у нас на одной линии была вторая ключевая точка. Все. Открытие генератора у нас есть. Я думаю, оно слишком быстро. Сдвинем ключевую точку на несколько кадров вперед. Да, вот примерно настолько. Подвинем скиммер нижний. Это можно сделать стрелочкой вправо, где русская буква U находится. Ей можно отчитывать фреймы кадра вправо-влево. Проверяем, что получилось. Хоп, ага, сдвинулись. Дальше выбираем титр. Вкладка titles. Выбираем basic. Basic title. Нажимаем Q. Скидываем на таймлинию. Поверх нашего генератора. Выбираем его. Также нажимаем Ctrl-V. Чтобы открыть, так сказать, настройки. Что-нибудь здесь напишем. Напишем здесь, например, Дмитрий Банов. Почему бы и нет. Я не специалист по шрифтам, но я подозреваю, что Егор использует шрифт, который называется Montserrat. Почему я так думаю? Потому что я недавно смотрел другое видео, включающее по монтажу, и там подсмотрел такой шрифт. Потом увидел видео Егора и подумал, что шрифт на самом деле очень похож, либо такой же. Теперь берем, нажимаем на титр, ставим скиммер в начало, убираем титр вниз. Да, он у него вылетает вверх. И, кстати, смотри, когда он у него вылетает вверх, он у него получается такой смазанный. Motion Blur Effect. Сейчас мы посмотрим тоже, как это можно сделать. Ставим в титре скиммер в начало. Можно это сделать через инспектор, поставив здесь также ключевую точку. Можно это делать здесь, поставив на вот этот квадратик и поставив здесь ключевую точку. Скиммером тянем до ключевой точки, которая у нас на генераторе, и вытаскиваем титр вверх. Проверяем, что получилось. Хоп. Титр вылетел. Наверное, слишком быстро. Это был первый способ, как сделать генераторами. Сейчас я каше сдвигаю не генераторами, а другим способом. Давай генератор сейчас я удалю. Вот второй способ, я тебе сейчас покажу. Как мне кажется, он гораздо проще. Нам понадобится для этого корректирующий слой. Накидываем его сверху, ставим скиммер в начало. И здесь мы будем кропать. Ставим ключевую точку на топ и на баттон. Сдвигаем скиммер на нужное нам количество кадров. И здесь ставим цифру 135. Можешь запомнить эту цифру. Это ровно та цифра, которая делает соотношение сторон 2.35 к 1. То есть, вот этот, типа, пресловутый широкоформат. Классическая каше. Я уже замерял. Можешь не проверять. Можешь довериться. Вот, в общем, 135. Проверяем, что получилось. Хоп. Все отлично. Так, титр у нас всплывает. Генератор у нас съезжается. Дальше, когда... Давай-ка посмотрим, что он делает с титром. Он применяет к нему Motion Blur. Motion Blur у нас есть. Не помню, кстати, где он есть. Возможно, он есть в эффектах. Так, вот у нас здесь есть такой гаусс. Но я не уверен, что это может подойти. Но вот, по сути, можно сделать, да, его гауссеном. Короче, смотрите, как это делается. Аналогично ставим скиммер в начало. И у нас он будет вылетать на вот таком положении, немного смазанный. Поэтому все вот эти настройки мы, допустим, выставили, да, здесь ставим ключевые точки. И где-то на подходе ко второй ключевой точке мы все эти настройки сведем, как они были раньше. Таким образом, получается вот что. Ну, вот такой получается Motion Blur. В принципе, сносно. Стандартным эффектом в Final Cut, который называется Кауссен. Дальше у него всплывает оверлей. Также можно сделать двумя способами. Скачать в интернете какой-нибудь оверлей, похожий на этот. У меня в данном случае есть свой. Входится он у меня в специальной папке под номером 5 для монтажа. Есть такие текстурные оверлей. И вот есть такая вот текстурка. Перекидываю ее сюда. Ставим ее вниз. Она вот так же двигается. И нам нужно сделать ее попрозрачнее. Можно здесь вот убавить просто opacity. А можно сделать вот здесь во вкладке Blend Mode. Например, нажать кнопку Overlay. Оверлей не подойдет. Возможно, Soft Light какой-нибудь. Вот такой подойдет. Ставим мы ее ровно там, где у нас вторая ключевая точка. Но он будет, видишь, получается резко открываться. Поэтому мы делаем немного запас вот сюда. Открываем так же Ctrl V. Ставим скиммер в начало. Убираем opacity на 0. Ставим ключевую точку здесь. Ко второй ключевой точке. Также здесь сравниваем с скиммером, чтобы было ровненько. Делаем opacity на 100%. Включаем. Что получается? Получается вот такой съезд. Чик. Иероглиф я сейчас такой искать не буду. Я просто возьму какой-то другой PSD-шаблон и покажу на примере. Вот у меня здесь есть PSD-шаблон Final Cut, который я часто использую на обложках. Также ставим его в начало. Уменьшаем его. Здесь можно также поставить, сделать его немного текстурным. Отлично. Ставим скиммер в начало. Нажимаем transform. Спускаем его вниз. Нажимаем ключевую точку. Ставим. Передвигаем скиммер вот сюда, чтобы совпадало с этой ключевой точкой. И вытягиваем наш Final Cut. Что получается? Посмотрим. Самое главное, что происходит в титре у Егора, это входит движение. Титр как бы трясется. Трясется, трясется и потом уходит обратно. И также сдвигаются каше. Точно так же делаем это ключевыми точками. Выбираем титр. Открываем его. Ставим скиммер возле второй ключевой точки. И мы будем это делать Rotation. Ставим ключевую точку, сдвигаем на два кадра. Клавишу вверх, чтобы у нас получилась единичка. Сдвигаем еще на два кадра. Делаем минус один. Таким образом мы выбрали какое-то количество, видишь, у нас уже есть такая анимация, какое-то количество вот этих точек. И чтобы нам все подряд не делать постоянно, ну, так вот руками, мы просто выбираем ключевую точку. Первую с зажатой кнопкой Shift выбираем последнюю. У меня, кстати, уже об этом был какой-то урок про ключевые точки. Я уже об этом миллиард раз рассказывал. Option Shift C скопировать. Option Shift V вставить. Дальше два кадра отступаем. Option Shift V. Так тягиваем на сколько мы хотим, чтобы у нас был задействован титр. Смотрим, что получилось. Довольно часто он трясется, поэтому... Да, у него, видишь, такая тряска, она более... Я думаю, просто нужно оставить здесь не два кадра между ключевыми точками. Попробуем сделать по четыре кадра между ключевыми точками. Два, наверное, слишком мало. Да, вот четыре кадра вполне сносно. Раз, два, три, четыре. Смотрим, что получилось. Да, четыре кадра вполне, судя по всему, достаточно. И видишь, у него можно как бы с этим поиграться. Не обязательно делать минус один, минус один. В ротейшене. Потому что здесь в один момент у него как будто бы титр уходит больше. Можно делать там минус один, минус три. Три плюс два, плюс два, минус четыре. Показываю принцип дальше, как полет твоей фантазии. То же самое проделываем с логотипом Final Cut. Копировать просто ключевые точки. Выбрать их через зажатой клавишей Shift. То же самое копируется, получается, здесь ключевые точки через Option Shift C. Выбирается сюда, выбирается Transform. Вот это вот. И здесь Option Shift V. Ключевые точки все вставились отсюда. Вот такая анимация. И здесь они у нас должны как бы уйти обратно. Выбираем Transform, нажимаем сюда. И за несколько кадров у нас он уйдет. Копируем ключевые точки. Вставляем сюда. То же самое делаем и с кропом. И то же самое делаем с Overlay. Выбираем все наши слои. Нажимаем Ctrl V, чтобы свернуть. И смотрим, что получилось. Довольно темный кадр. Давай попробуем какой-нибудь взять другой. Что касается титра у Егора. Я недавно подсмотрел, что он использует в последнее время такой титр. Получается не залитый. Короче, очень стильно выглядит титр, когда он именно, вот видишь, не залит. Это делается так же в два клика. Выбирается наш титр. Нажимаем вот сюда, в его настройки. Ставим вверх. И у нас тут есть галочка стоит на Face и на Outline. Ставим на Outline. И выбираем цвет заливки, какой у нас будет. Например, черный. Собственно, вот такой титр. Дальше, чтобы сохранить этот титр, получается, чтобы он у тебя остался навсегда. Чтобы тебе не пришлось каждый раз его делать. А ты мог просто заменить название в титре, либо заменить вот этот генератор. Просто тебе нужно выбрать все. Option G. Это у нас создать Compound Clip. Короче, получается, он сохраняется у тебя в Compound Clip и навсегда остается. Но он не будет, получается, нужным образом у тебя работать, находясь в Compound Clip. То есть, получается, тебе каждый раз нужно будет Compound Clip разбирать. Поэтому запоминай горячую клавишу. Нажимаешь Compound Clip. И чтобы его разобрать, нажимаешь сочетание клавиши Shift-Command-G. Он у тебя вот таким образом разобрался. И все четко будет работать. Что делать, если у тебя вдруг нет такого overlay? В генераторе мы возьмем... В вкладке есть такая вот Backgrounds. Здесь есть вот такой Blobs. Скидываем его вот сюда. Здесь выбираем... Ну, здесь, во-первых, можно выбрать любой цвет, переливание. И здесь выбираем также в Blend Mode. Какой-нибудь вот overlay и сделать opacity, например, вот настолько. А здесь можно поиграться с цветами. Например, добавить темных. Да, нормас. И еще накинуть еще один слой. Еще один генератор. В его настройках можно выбрать частицы. Видишь, Bubbles, Sparks. Вот, например, Poof Balls. Это снежинки, по-моему, да? Их здесь можно настроить движение. Быстрее, медленнее. Вот, если не хочешь запариться, можно просто скачать такой overlay. Можно попробовать попросить у меня. Но я вроде бы как его купил за деньги. Поэтому не знаю. Смотря сколько лайков наберет это видео. А то уже сделал около 20 уроков по Final Cut. А вот ты такой небольшой. И иногда мотивация реально падает. Поэтому давай-ка подпишись, поставь лайк. Скинь своему калифану это видео. Пускай он тоже посмотрит. И начнет уже учиться, наконец, работать в Final Cut и монтировать на фрилансе. Вот, короче, такой получился титр. Буквально в Final Cut на него уходит, чтобы сделать 5 минут. Причем, что я сейчас еще разбирался в некоторых моментах. На этом все. Подписывайся на канал Егора. Подписывайся на мой канал. Ставь этому видео лайк. Хорошего тебе монтажа. Удачных кадров. На этом все. Пока. Подписывайся на мой канал.